Сегодня у нас в гостях президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Поприветствую. Михаил, скажите, вы были в Крыму как раз-таки три года назад, в самое исторически насыщенное время. Скажите, по вашим наблюдениям, что было тогда с настроением крымчан? Как изменилось оно сегодня? Что нам удалось достичь? Какие вызовы до сих пор стоят перед крымчанами? Расскажите ваше мнение. Прежде всего, у меня есть хороший повод поблагодарить ваш клуб не только за повторное приглашение, но и за то, что действительно я оказался три года назад в Крыму в такое интересное и переломное время. Причем тогда мы встречались в последней неделе февраля, когда вежливые люди в Верховном Совете уже появились, но никакой определенности на будущее еще не было. И были не просто опасения, а были ожидания того, что Крым завистнет в серой зоне, в зоне непризнанных государств. И я только считаю, что главное достижение стоит в том, что этого удалось избежать. Это то, что, еще раз говорю, на тот момент, когда мы общались, казалось всем наиболее вероятным. И крымчанам, сейчас скажем, и крымчанам, и московскому политическому классу, управленческому. Потому что я вот приехал после этой встречи, пообщался с разными журналистами, экспертами, политиками, и говорю, что очень много рисков зависания в серой зоне, в общении с людьми близкими к разным инстанциям, башням, в зависании в серой зоне создается колоссальное количество рисков. Они говорят, ну, ты понимаешь, это нереально вообще, что вы присоединились, никто и такие решения не принят. И, тем не менее, эти решения были приняты. Чья это заслуга? Ну, в данном случае, это заслуга здравого смысла. Здравый смысл состоит в том, что если сказал А, то у нас говорит Б. И уже решившись поддержать движение, которое началось в Севастополе, а вопрос состоял на том, поддержать его или нет, или дать его зачистить. То есть, решившись поддержать Севастополь, Москва уже вступила на дорожку, где одно решение следовало из другого, и где нужно было просто иметь историческое чутьё и мужество для того, чтобы совершить необходимое. И, к счастью, это было сделано. Основное содержание этих трёх лет, безусловно, это решение проблем интеграции. Понятно, что эта дорога не могла быть усыпана лепестками роста. То есть, она обречена была быть тяжёлой. Потому что, ну, уже тогда сразу три вопроса, как минимум три вопроса возникли острые. Вот, ещё раз говорю, в феврале 2014-го, которые мы обсуждали, в том числе и в этом зале. Энергетическая проблема, водная проблема, транспортная проблема, и все эти проблемы, естественно, встали в полный рост. Всё-таки в мобилизационном режиме энергетическая проблема решается, транспортная проблема решается. Но, прежде всего, с точки зрения довольно серьёзного расширения пропускной способности аэропорта, который стал основным таким порталом, хотя с точки зрения торгово-логистической, я не уверен, что настолько успешно всё это делается, потому что, мне кажется, можно было активнее. Ну, я здесь не специалист, я не занимался этим глубоко, можно было активнее морскую логистику как-то развивать и подключаться, даже безотносительно к Терченскому мосту. Но, тем не менее, в мобилизационном режиме эти задачи решаются и будут решаться. А к ним ещё добавляются, естественно, задачи правовой интеграции и управленческой интеграции. Потому что, естественно, абсолютно разные модели управления, разные правовые системы, разные группы элит, сложившиеся в Крыму и Севастополе, с разными интересами. Кстати говоря, любопытно отметить то, что управленческая интеграция, интеграция элит местных в Крыму и Севастополе пошла, в Республике Крыму и Севастополе, пошла по разным путям. И сейчас, насколько я могу судить, такие севастопольские и политики, и бизнесмены, они с некоторой завистью смотрят на Республику Крым с точки зрения того, что здесь местным элитам удалось более консолидированную позицию выстроить по отношению к федеральному центру и происходящим переменам. Но это отдельный вопрос, если будет интересно, можно будет это обсудить. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос коротко, то главное содержание этого исторического периода – это интеграция, это задача, которая не решена до конца. Задача очень сложная, и пример нерешенности этой задачи у вас, они все на виду, не вам не об этом рассказывать. Российский крупный бизнес по-прежнему участвует в санкциях против Крыма. В Крыму нет нормальной банковской финансовой и страховой системы. Без этого не может быть никакого полноценного, полномасштабного инвестиционного процесса. То есть могут быть отдельные государственные инвестиции, и они есть. Но смысл государственных инвестиций не только в том, чтобы создать какие-то отдельные объекты, а в том, чтобы вокруг них раскрутился маховик инвестиционных процессов с участием частного капитала. И этого не происходит и не будет происходить в том числе, в той мере, в какой хотелось бы, в том числе из-за того, что российский финансовый сектор держит санкции в отношении Крыма. И одна, я считаю, наша важнейшая общенациональная задача – эту проблему решить и сформировать критическую массу политической воли для того, чтобы российские крупнейшие банки все работали в Крыму без всяких ограничений. Это исключительно вопрос политической воли. Если это связано с финансовыми издержками, надо эти издержки просто зафиксировать, зафиксировать убытки и начать их отыгрывать, начать работать. Если бы сразу все было сделано по уму, то этих убытков было бы намного меньше, чем те убытки, которые сейчас уже понесены и несутся этими нашими самыми замечательными банковскими олигархиями на Украине. Потому что только в 2016 году полтора миллиарда долларов было влито на Украину российским банковским сектором. Только в 2016 году. При этом сейчас активы уходят за бесценок, естественно. Это все, это что нельзя было просчитать? Это можно и нужно было сделать сразу, безусловно. На Украину ушло то, что могло и должно было уйти в Крым, условно говоря. Совершенно верно. Да, то есть это пример того, что этот процесс не обходился без ошибок. И у нас есть какое-то историческое время для того, чтобы эти ошибки исправить. Не бывает таких сложных исторических процессов, которые обходятся без ошибок. А так, главное, конечно, удача и заслуга, и тех, кто со стороны России этим занимался, занимался этой интеграцией в феврале-марте, и со стороны крымчан, то, что это масштабнейшее историческое событие произошло практически без единого выстрела, произошло без жертв. В истории такое бывает чрезвычайно редко. А можно слово «зачистить»? Вы вначале сказали, что Москвы им была возможность либо зачистить, либо поддержать. Возможно, или желание, или были такие силы? Нет, не Москва могла зачистить, а Москва могла умыть руки и смотреть на то, как это зачистит Киев. Конечно. И вот что, по реакции российского телевидения на митинг 23 февраля, я понял, что решение не принято. Просто был вот этот громкий митинг 23 февраля, и обсуждали самые такие незначительные мелочи, значит, какого-то антимайданного движения на Украине, а этот митинг почти в вату обернули на российском телевидении. То есть они не знали, как его подавать, потому что если подавать его громко, то значит уже нельзя не поддерживать. То есть, с Вастопольски. То есть не было принято решение на тот момент, по крайней мере, это решение совершенно точно не было доведено до руководства телеканала. Михаил Иванович, я уже предлагаю перейти, наверное, к вопросам наших гостей. У нас уже спонтанно так получилось. Да, уже спонтанно так получилось. Давайте каждый, кто хочет задать вопрос, поднимают руку. У нас есть микрофон. Да, я вижу вопрос на последнем ряду. У нас есть микрофон. Задает вопрос тот, у кого будет микрофон. Наша Анастасия с удовольствием его предоставит. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил. В прошлую среду... Здравствуйте, если можно, представляйте, чтобы я мог просто обращаться, когда отвечаю. Владимир Вильямович, в прошлую среду у Соловьева вы говорили о приоритете международного права над правом своих домашних, в частности, наших российских. Ну вот почему бы не поговорить с точки зрения международного права с ребятами за рубежом на такую тему. Тут бы я хотел два вопроса объединить. Недавно один весельчак сказал, денег нет, но вы держитесь. Но мы держимся как можем. А с другой стороны, нам очень много должны. В частности, в банках, приезжающих Ротшильдам, хранится более 70 тысяч тонн нашего золота. Царского? Это царское, филиппинское и 5 тысяч советского, которые вывезли в 83-м году. И, ну, тут целый список, но самый большой должник Германии. Она должна нам по итогам Второй мировой войны эквивалент 341 тысячи тонн золота. Потому что, верно, и 4,4% всех убытков. Это внешние ресурсы. Я уже не говорил о внутренних, потому что денег не может не быть. Это условно константа, и они просто распределены не по тем карманам. Но вот мне хочется, чтобы вы ответили по этим внешним ресурсам. Насколько реально этого запрещать? И занимаетесь ли кто-либо этим вообще? Спасибо. Но сначала по первой части вопроса по соотношению международного права и внутреннего. Я действительно на передаче, которую упомянул, Владимир сказал о коллизии, которая возникла в связи со статусом Крыма. Есть два документа. Закон, который был принят по воссоединению Крыма и России, федеральный закон, и большой договор с Украиной, заключенный еще в старые времена. Крыма, где зафиксированы старые границы, где есть признание, акт признания о старых границах. Какой из этих документов имеет приоритет? Конституция Российской Федерации отвечает однозначно. Статья 14, если мне не изменяет память, говорит о том, что если нормы международного договора предполагают иное, нежели нормы российского закона, то действует норма международного договора. Отсюда выложено, что в системе российского права Крым по-прежнему украинец. То есть нам нужно... Мы не вышли из большого договора. Нет, именно российского. Потому что там говорится о том, что международные договоры являются частью российского права. Частью российского права. И имеют приоритет в рамках системы российского права над внутренними законами. Я опасаюсь того, что эта коллизия может быть использована противниками и внутри России, и вне, для того, чтобы постоянно расшатывать тему статуса Крыма. Поэтому есть два варианта. Либо выйти из большого договора, так называемого, что еще не сделано. Их, кстати, именно, видимо, по этой причине, но это не сделано и украинской стороной. Либо менять конституцию и вводить норму более гибкую, которая, скажем, есть у американцев. Там не говорится о том, что внутреннее право первично по отношению к международному. Там действует такая логика, что более свежий, последний закон, если он предполагает национальные иные правила, чем международные, то действует он. Это логичная норма, которая не говорит окончательно, что международное право ниже национального. В конце концов, это обязательство, которое само государство на себя принимает, но которое позволяет обеспечивать реальный приоритет национальных интересов. Поэтому эту правовую коллизию нужно решить, и это тоже один из аспектов того процесса интеграции, о котором я говорил вначале. Что касается того, сколько нам должны, вы знаете, действительно, Россия была масштабно ограблена дважды за один век. В начале XX века действительно колоссальное ограбление, золотой запас и, главное, невосполнимые потери с точки зрения качественной элит, с точки зрения кадров. И конец века, то же самое, и утечка мозгов, и мы выплатили под де-де-факто колоссальные контрибуции Западу. То есть из обесценных уходили цветные металлы, и правительство заключало сделки в стиле Горчанамбо-Черномыртинг, по которым тонны обогащенного урана уходили по цене на порядок дешевле, чем их рыночная стоимость по соглашению с Соединенным Штатом. То есть на этом соглашении потеряны десятки миллиардов долларов. То есть, по сути, это все контрибуции. Мы были дважды такой страной, проигравшей или оказавшейся в нокдауне, которую обобрали по полной программе. По полной. И социальной, и финансовой. Никто никогда нам этого не вернет. Поэтому просто хотелось бы, чтобы больше такого не повторялось. А сейчас происходит как бы мягкая форма того же самого в виде утечки капитала. Потому что утечка капитала, в общем-то, это мягкая форма той же истории. И для страны с развивающейся рыночной экономикой, со слабыми институтами, я считаю, безальтернативны абсолютно какие-то варианты, связанные с более жестким валютным контролем. То есть, нам необходима более мобилизационная модель, финансовая, экономическая, которая будет подразумевать элементы валютного контроля хотя бы на 5-10 лет. А потом, когда мы станем покрепче, можно будет переходить к более либеральным моделям. Поэтому все, значит, то, что у нас отняли, мы не вернем. Вот эти все денежки, которые где-то там когда-то зависли, и золотые запасы. Но хотелось бы не повторять такого в будущем, ни в жесткой обвальной форме, ни в мягкой форме. А это зависит от нас. Спасибо. Первое. Елена, газета «Крымское время». Я хочу вернуться к 23 февраля, к весне, три года назад. Банальность по поводу того, что в истории не знают сослагательного наклонения, но кто не отменяет анализы. Скажите, а что было бы, если бы Москва все-таки не поддержала порыв крымчан и севастопорцев, и что было бы, если бы Крыму пришлось возвращаться, ну, я не знаю, спустя какое-то время, возможно ли это вообще, другим путем? Вот что было бы, возвращение Крыму каким-то другим путем, и что было бы с нами... Возвращение в Россию? Да, конечно. Ну, что было бы, ну, понятно, что было бы подавление, потому что, в принципе, репрессивный опыт развития Украины за эти три года показал, что репрессивные органы у них справляются со своей задачей. И все недовольные в юго-восточных регионах Украины, они, в общем, запуганы, деморализованы, многие... Ну, актив либо уехал, либо находится в тюрьмах в местах заключения. То есть очень жесткий прессинг, они с этим справились, и с этим справились совместно, ну, скажем так, государство и общество. То есть вот этот вот репрессивный аппарат и та часть общества, которая мобилизовалась под знаком украинского национализма. Они бы раскатали здесь все. Ну, может быть, репрессивный украинский, потом я сейчас не делал. Нет, ну, я думаю, что они бы подавили сопротивление и деморализовали недовольных, была бы большая эмиграция актива. Значит, какой была бы цена в человеческих жертвах, я не знаю. Она, несомненно, была бы. Но я думаю, что это волнение, этот мятеж был бы просто подавлен достаточно жестко. А как бы чувствовала себя Россия после этого? А как бы чувствовал себя Путин как национальный лидер? Мы бы после этого, значит, стали готовиться к новым праздникам патриотизма в виде чемпионата мира по футболу после Олимпиады. Мы бы как себя чувствовали как нация, если бы посмотрели на это, посмотрели на то, как, ну, скажем так, священные какие места нашей истории, такие как Севастополь, оказываются растоптаны, а мы ничего не сделали. Значит, у нас как нация, ну, прошло бы надлом. У нас как нации. А это гораздо хуже потери территории, потери денег, потому что человек может потерять что-то в своей жизни и может снова обрести. А если он потерял себя, если он надломленный, если сломленный человек, то неважно, сколько у него будет машин, денег и квартир. Это сломленный человек, его уже не существует. Спасибо. Следующий вопрос. Первый ряд. Активнее поднимайте руки, я вас не вижу. Алексей Васильев, Парламентская газета. Михаил Витальевич, вот тут в справке пишется, что вы президент Института национальной стратегии. Можете сказать коротко, популярно, какая сейчас у нас национальная стратегия? Ну, я, хотя название звучит гордо, это всего лишь относительно небольшая частная консалтинговая организация, которая, безусловно, занимается вопросами, в том числе публичной экспертизы, поэтому мы занимаемся именно темой публичных, национальных интересов. Правда, скорее мы в этой сфере инвестируем, а не зарабатываем. Мы зарабатываем больше на какой-то экспертизе предпредметной, профильной, связанной с государственными органами или корпоративными интересами. А какая у нас стратегия? Вы знаете, у нас существует огромное количество документов, в которых есть слово «стратегия». Но есть две проблемы. Они, как правило, не исполняются. Там даже формально, вот стратегия может быть на 15 лет, принимается документ, план реализации стратегии на полтора года. Но там хотя бы есть какой-то формальный контроль. После этого все про нее вообще забывают. То есть вот такой разрыв между реальным планированием и бумагостроительством. И вторая проблема, что эти стратегии друг с другом довольно плохо согласованы, потому что есть стратегии разного уровня, отраслевые, общенациональные, региональные, корпоративные. Эти стратегии, между собой, довольно плохо увязаны. Проблема в том, что стратегии – это бумага. В том случае, если не существует органов, механизмов планирования. Планирование индикативного, то есть по ориентирам – это для всей экономики. И планирование директивного – для госсектора. Вот если нет индикативного и директивного планирования, то для стратегии – это мусор просто. Но это просто слова, 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 слова. В лучшем случае прогнозную функцию они выполняют. Потому что в любой стратегии есть элемент прогноза, то есть как ориентировка полезна, как сверхчасов. Но они не выполняют свою главную функцию, ответ на вопрос, куда, как мы движемся, какие силы для этого мобилизуем, каков план действий по достижению этих целей, кто ответственный и так далее и тому подобное. Поэтому наша важнейшая историческая задача как страны перейти от этого бумагостроительства к стратегическому планированию. Вот, собственно, это печально реальное, но это барьер, который нам просто необходимо взять. Но, в конце концов, не боги горшки обжигают, и в системе планирования учились у нашей страны модернизирующиеся страны, такие как Япония, Тайвань, естественно, Китай, Южная Корея и так далее. Сейчас мы снова должны учиться у них и совершать реэкспорт собственного опыта. Но, еще раз говорю, это делали в истории многие гораздо более слабые общества и государства. Но почему это не можно сделать? Я надеюсь, что у нас тоже получится. Михаил, добрый вечер. Меня зовут Юрий, блогер. Небольшая ремарка. Какой был бы Крым, если бы он остался украинским? Мое глубокое убеждение, это был бы большой концлагерь, обнесенный Крыльичем Павалка, и поправилось бы много крови, очень много крови. Ну, еще учитывая национальный вопрос, Крыльич Катарский и так далее. А вопрос у меня такой. Недалее, как вчера, Захарченко объявил ДНР, преемницей УССР, украинской. Я пропустил. И заявил это Киеву. Как Вы считаете, насколько это реально, таким образом, переформатировать Украину? Ну, пока не очень реально, потому что пока проблема стоит в следующем. Киев не берет отколовшуюся часть Донбасса на условиях автономии обратно и говорит об этом прямо. То есть они готовы взять на условиях военной победы с карательными операциями, с люстрациями, с демонстративным эффектом «Гром победы, раздавайся». Но не готовы брать на условиях автономии, и в том числе силовой автономии, потому что там не могут быть другие гарантии автономии, кроме сохранения собственных силовых подразделений. С одной стороны, это константа. Киев не берет обратно. Хотя при желании, и точнее возможности, и политической, и финансовой, они могли бы взять на условиях Минских соглашений, а потом все это переварить. Переварить и отыграть обратно в своих интересах. То есть есть сценарий для Киева такой, что они выполняют Минские соглашения, и потом в течение нескольких лет, может быть больше, переваривают эти особые регионы и лишают их реальной автономии и самостоятельности. Понятно, что Киев сильнее был бы в рамках этой конструкции, намного. И у Москвы тоже были бы связаны руки с точки зрения воздействия на ситуацию. Для меня вопрос, почему они не пошли по этому пути, судя по всему, решающую роль играют первые внутриполитические ограничения. Потому что Порошенко нужна либо ситуация явной победы, когда никто не будет его упрекать, когда он будет рыцарь на белом коне, либо ситуация, вот как сейчас, когда ДНР и ЛНР – это жупел для юго-восточных регионов Украины, которым говорят, вы хотите федерализации, вы хотите статуса русского языка, но посмотрите, что получили ваши, так сказать, друзья-коллеги-единомышленники, и какую-то, так сказать, кровавую чашу они испили. Вы хотите пойти по этому пути, никто не хочет. Поэтому это антипример, тоже вариант. Плюс война, как легитиматор любых внутриполитических проблем, неурядец, для такой слабой президентской власти это актуально. И любой следующий президент, скорее всего, будет в такой же ситуации. Поэтому они не берут Донбасс обратно. Не могут, не хватает ресурсоустойчивости центральной власти для этого. Хотя, я чувствую, могли бы переварить абсолютно в своих интересах, и минские соглашения могли бы вот так, в долгую, так сказать, прочесть в своих интересах. Москва, с другой стороны, тоже не дает внятной перспективы Донбассу. Не дает будущего. Какие-то намеки, насколько я могу судить о ситуации, там единственный сценарий коммуникации с людьми у властей. Ну что, подождите, либо сейчас мы будем в Киеве, либо сейчас Россия на нас присоединит. Ну не сейчас, а подождите, через какое-то время. Это компенсаторные реакции, это не модель, это не план действий. Это ситуации людей, которые подвешены, которые готовы придумывать себе что-то, вынуждены придумывать себе что-то для того, чтобы терпеть невыносимую ситуацию. Которые они оказались в том числе во многом и по нашей вине. Я имею в виду по вине Российской Федерации, которая не оказала полномасштабной, комплексной, открытой поддержки. Вы считаете, что должна? Да, я считаю, что должна была оказать именно открытую поддержку. Не по принципу гибридной войны, а по принципу серии ультиматумов. Если вы применяете тяжелую технику, то мы делаем то-то. Если вы двигаетесь еще на метр, то мы делаем то-то. И международный правовой эффект и политический эффект не был бы гораздо более жестким, чем то, что мы имеем сейчас. Это жуткие риски, о которых говорят, и Россия совсем не нужна. Нет, как сказать, это сложный вопрос. У меня здесь нет, знаете, такой совсем категоричной позиции. Вот там в Кремле идиоты, да если бы я. Нет. Понятно, что есть очень много факторов, много информации, которой мы не располагаем и так далее. Не хочу здесь быть очень категоричным, но все-таки я склонен думать, что открытая позиция, позиция с открытым забралом, ну если хотите в американском духе в каком-то смысле. Американцы умеют действовать искрытно, но когда нужно, они могут действовать через публичные ультиматумы и могут действовать через концепцию применения силы по гуманитарным соображениям, по каким угодно еще, ставя себя как бы над партнерами по международному сообществу. И мы могли действовать так же, я не думаю, что эффект был бы на порядок страшнее. Если уж говорить, может быть еще возникнет вопрос о том, какой еще рычаг давления с точки зрения санкций был, войны бы не началось западом, это понятно. Какой рычаг давления с точки зрения санкций, но отключение системы SWIFT, это временный хаос, потом все восстанавливать, это не смерть, это временное такое неудобство. Запрет на продажу нефти, на покупку, точнее, российской нефти, иранский вариант, и заморозка активов. Извините, заморозка активов, прежде всего наших резервов, которые у американских ценных бумаг, но это тоже парадоксальная ситуация, когда сначала бросаешь вызов этому мировому гегемону, и при этом продолжаешь относить деньги к нему на хранение. Эти деньги в любой момент могут быть заморожены, в любой момент. Это абсолютно абсурдная политика. Поэтому мы сами создаем эту критическую зависимость. Но это во втором и на стране. Спасибо. Вопрос Венеры. И переходим в другой сектор салов. В газете Крымское время я хотела спросить вот о чем. Значит, кто-то сказал, по-моему, Пучков, о том, что СССР была прекрасной моделью мироустройства. Просто появилась она на 300 лет раньше, чем нужно было. И поэтому, как вы к этому относитесь? Пучков, который гоблин? Да. Ну, смотрите, есть разные проблемы. Проблема коммунизма и проблема СССР. Если коротко, я с этим скорее не согласен. Идея коммунизма, она действительно не такая глупая, как может показаться. Потому что Маркс понял одну вещь, которую сейчас просто на каждом углу говорят, на Западе, на Довозском форуме и так далее. Что новые технологии отнимают рабочие места у людей. Что происходит замещение ручного труда машины. Сейчас происходит замещение уже интеллектуального труда машины. Потому что автоматизация замещает профессии бухгалтера, юриста, консультанта и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это создает колоссальную проблему. Почему? Потому что капитализму, оказывается, не нужно много рабочих рук. Но ему по-прежнему нужно много потребителей. А на что люди будут потреблять, если у них нет работы? Если их работа не нужна. Нужна работа там нескольких процентов населения для того, чтобы создавать материальное богатство. Там еще нескольких процентов для того, чтобы создавать интеллектуальную собственность. Но больше не нужно. А кто будет потреблять? На что будет потреблять? И отсюда решение Маркса. Что потребление должно быть отвязано от производства. оно должно просто принадлежать человеку по праву рождения, по праву принадлежности к человечеству, тем более, что те технологии, за счет которых это богатство создается, они тоже по сути своей, по своей природе не являются частной собственностью, потому что они созданы за счет корпуса знания, который накоплен человечеством в целом. Это называется всеобщий труд. То есть всеобщий труд, то есть вот этот корпус знаний, принадлежащий к человечеству в целом, создает основную долю общественного богатства. Именно поэтому основная доля богатства не может принадлежать частным лицам. Ну и, соответственно, решается проблема разрыва между производством и потреблением. То есть идея не глупая, но он скорее ошиблся в другом. Человек, освобожденный от тяжкой необходимости трудиться, становится негармоничной личностью в духе эпохи Возрождения, как думал Маркс, который утром пишет картины, вечером занимается квантовой физикой, а днем производит сельхозпродукцию, а становятся просто людьми, которые пялиться в телевизор или в компьютер, становятся овощами, которые ни к чему не стремятся, ни на что не способны. Человек деградирует без этой жесткой необходимости трудиться, что-то делать, пропадают стимулы к конкуренции, к усовершенствованиям и так далее. То есть он ошибся даже не столько в экономике, сколько в человеке. То есть гуманизм. Поэтому в каком смысле, да, коммунизм – это идея, которая опередила свое время, и это говорили теоретики тогда же, что еще уровень производительных сил вообще-то совсем далек от того, чтобы обеспечить саму возможность коммунистического общества. А может быть через 50 лет этот уровень развития производительных сил с роботизацией и всем-всем-всем подобным, он отойдет до того, что, пожалуйста, все будут производить роботы, а европейцы будут сидеть на соцобеспечении. Это вот и будет такой коммунизм. То есть здесь, да, опережение общества есть. А что касается модели советской, это была модель выживания отстающего общества в ситуации жестких геополитических конфликтов. Это не была модель создания общества будущего, на мой взгляд. Это была просто модель выживания в крайне неблагоприятных условиях. И в этом качестве этот опыт оправдан. А если рассматривать это как модель, как утопию, модель привлекательного будущего, то она таковой, на мой взгляд, не была. Хотя, конечно, много было хорошего, там, вертикальная мобильность, образование для всех, и все подобное, это мы помним. Мы перейдем в другой конец зала, а потом вернемся к вам. В конце зала был вопрос. Добрый вечер. Будьте добры, скажите, пожалуйста, как долго могут продержать нас эти санкции невыездные? Сюда приезжают многие политики, все. Мы выехать никуда не можем. И еще. Представьтесь, пожалуйста. Людмила Пресман. И еще. В Америке все больше и больше звучит такая фраза, что у нас никаких санкций нет, а что нас не выпускает Путин. Ну, это понятно, что во всем виновата Россия. И это все больше и больше, громче и громче звучит. Если вы имеете в виду санкции именно против Крыма, то, наверное, они еще надолго, именно санкции против Крыма и крымчан западные. Я уже сказал о том, что главная наша задача, это самим выйти санкции против себя. Если мы это сделаем, уже будет немало. Ну, а потом, разве все-таки сейчас, я понимаю, технически есть сложности с выездом, но все-таки это решаемая проблема с точки зрения получения загранпаспорта. Это неудобство, но это решаемая проблема. С точки зрения инвестиций, по большому счету, совершенно понятно, что ни на материке, ни в Крыму западные инвестиции не могут быть и не будут основным мотором. То есть они будут просто участвовать в том процессе инвестиционном, если он будет запущен, который будет запущен нашими внутренними инвестиционными возможностями, государственными, крупным капиталом прежде всего, а уже во вторую очередь малым и средним бизнесом. Если это будет, тогда иностранцы какие-то подтянутся. И там, и в Крыму. В Крыму действительно правильно обсуждается этот вариант создания трастовых фондов, где можно спрятать в конце воды иностранным инвесторам. А если этого не будет, если мы сами не раскрутим инвестиционный маховик, то иностранные инвестиции нам особенно и не помогут. И кроме того, я бы говорил о том, что нужны какие-то асимметричные ответы. Ну вот, в большом счете, все программное обеспечение, которое в Крыму используется, оно используется в серую или нелегальную, потому что международная ТНК, правообладатели, держат санкции против Крыма. Но давайте сделаем Крым интеллектуальным отходом. Существует, на самом деле, сейчас очень большая дискуссия и в западном сообществе, о том, как будут трансформироваться институты интеллектуальной собственности. И здесь есть большой, скажем так, диапазон между двумя крайними вариантами. Крайний вариант один, тот, который реализован сейчас у нас, по нашему законодательству. Мы полностью признаем все претензии глобальных правообладателей ТНК на интеллектуальную собственность в Российской Федерации. Во всех деталях, вот все, что они хотели нам навязать, они навязали в 2000-е годы. Все. При этом многие страны, даже члены ВТО, себя оговорили гораздо больше изъятий по признанию интеллектуальной собственности. Ну а другой край – это полный нигилизм. Беру, что хочу, присваиваю, что хочу. Нет, есть много промежуточных вариантов. Ну, например, можно признавать лицензию, платить роялти, но вводить так называемое принудительное лицензирование. Сейчас это делается в отношении некоторых лекарств. Ну, по гуманитарным соображениям, что вот есть правообладатели определенных медицинских фармакологических технологий, которые не дают им хода, и государство вводит принудительное лицензирование. Мы признаем вашу интеллектуальную собственность, мы платим вам роялти, но принудительно лицензируем права национального производителя работать по вашей технологии. Вы делайте, что хотите. Значит, мы производим это лекарство по этой технологии. И по этому пути уже пошли некоторые развивающиеся страны. Я считаю, что по этому пути и не только фармакологии нужно идти нам, потому что сегодня именно барьеры по интеллектуальной собственности являются одним из важнейших механизмов ограничения технологического развития догоняющих стран. Есть достаточно гибкие средства для того, чтобы эту проблему решать. Китайцы это делают как бы так немножко в наглую, но в принципе, еще раз говорю, на Западе ведется дискуссия о том, чтобы им самим эти правила пересматривать и делать режим более интеллектуальной собственности, более открытым. А Крыму сам Бог велел. Здесь никто ничего не признает со стороны глобальных правообладателей. Давайте мы тоже, так сказать, грамотно какие-то вещи не будем признавать там, где это будет нам полезно. Спасибо, Михаил Иванович. К предыдущему вопросу. Выехать из Крыма за границу можно, но если находится в розыске, заехать потом не получится. Вот это проблема. У нас в конце был вопрос. Говорят, что Путин сделал анекцию Крыма и санкции, которые мы ели из США и Совет Европы в отношении России, чтобы Путин в России отдал Крыму обратно, Украине. Вот такой мне. Ну, так это официальная позиция западных стран, совершенно верно. Здесь просто важно, чтобы все не упиралось в фамилию Путин. Потому что должен быть очень жесткий консенсус наций и политического класса о том, что это навсегда. Мне кажется, он есть, но Россия – это страна, подверженная циклическим кризисам государственности. Эта страна в этом смысле пока с недостаточно эшелонированной системой политической защиты. Не защита от дурака, а защита от предателя. Вот у нас нет этой эшелонированной системы защиты от предателя. Можно фантазировать на тему того, как она может выглядеть, но мне приходит в голову, прежде всего, что-то подобное турецкому генштабу до того, как Эрдоган там все переиграл и все переломал. То есть такой чрезвычайный контур, который вмешивается в том случае, если есть угроза параметрам конституционного порядка и территориальной ценности и суверенитета. И нам об этом надо думать, и не только и не столько применительно Крым, а просто только применительно к особенностям собственной истории, где кризисы государственности с какой-то периодичностью наступают и имеют очень неприятные масштабные последствия. Нужен страховой, страховочный контур. То есть, когда надо здесь еще не понимать. Нет, ну погодите, не отдать. Вероятность по Крыму может рассматриваться только в контексте такого глубокого кризиса российской государственности, когда сама Россия распадается. Сейчас мы не видим таких сценариев. К счастью, Россия оказалась достаточно устойчивой даже в 90-е годы, в эти тяжелые 90-е годы. Но учитывая опыт 20 века, учитывая даже опыт смутного времени и так далее, мы видим, что вот эти циклические кризисы государственности в нашей истории случаются. А там, где возникает кризис в центре, он быстро переходит на кризис отношений центра региона. Поэтому иметь страховочные механизмы, вот ситуации таких кризисов, мы должны, и наша политическая система должна выработать. Это не угроза вот какую-то на расстоянии вытянутой руки, это просто угроза, о которой мы как нация должны думать и какие-то системные меры противодействия вырабатывать. Спасибо. Последний золотой вопрос. Владимир, Санкт-Петербургское землячество Крыма. Ну, две ремарки. Первая ремарка, вы сказали, там эпоха возрождения. Идеал красоты в эпохе возрождения женщины. Было это такое. Третий месяц беременности, и вторая стадия базидовой болезни. Это мы будем говорить, да. И ремарка о роботах. Белгейс недавно предложил, чтобы роботов облагали налогом с тем, чтобы, так сказать, население могло жить и население могло к чему-то стимулировать. У меня вопрос такой. Вы знакомы, вот буквально недавно BBC раскритиковала РИСИ. Кто критиковал? BBC. BBC? Да, раскритиковала РИСИ. Ну, в Крыму мы со многими встречаемся. Я хочу сказать, что те контакты с РИСИ, которые были здесь, ну, на две трети BBC правда. То есть это сборник реальностей и так далее. Вот вы знакомы с этой критикой, нет? Погодите, я был... Во-первых, РИСИ приписывают очень много чего, в том числе совершенно фантастического. Да. Значит, и то последнее, что я видел, это то, что их обвиняю в том, что они подготовили сценарий конфликта с Украиной, распар, развалы и так далее, и так далее. Что вы имеете в виду? И это в том числе... Но из этого и всего другого там, так сказать, можно сделать вывод, что это, так сказать, собрание индивидуальностей. Когда много индивидуальностей вместе, а какой стратегией можно держать? И это просто опыт личного общения с теми, кто здесь был. Понятно, да? Так вот, а, вы знакомы тогда? Вот как вы оцениваете вот такую постановку? Возможно ли такое собрание... Я сочувствую Фродкову. Вы знаете, я посмотрел это, я очень ему сочувствую. Возможно ли образовать стратегию, когда у вас такое количество индивидуальностей? Смотрите, РИСИ, хотя это его учредитель, это Министерство Президентства, это президент Российской Федерации, управление делами президента ими занимается. Все-таки РИСИ – это мозговой центр. Это, да, у них традиционно есть близость к службе внешней разведки, но все-таки это просто аналитический мозговой центр, задача которых – собирать информацию, анализировать ее, давать веер стратегий, веер вариантов. То есть это не генштаб такой гражданский. Это не гражданский генштаб, поэтому мерить это мерками государственной ответственности, конечно, не стоит. И как раз в аналитических организациях там может быть собрание индивидуальности, потому что индивидуальная творческая и умственная работа, она в конечном итоге является делом коллективным, потому что и понятия, и категории, интересы, которые мы мыслим, все это коллективно. Но в конечном счете все это происходит в твоей голове или не происходит нигде. Рождение чего-то нового и оригинального. Поэтому это дело индивидуальное в значительной степени. Поэтому это нормально, что мозговой центр является собранием индивидуальностей. На мой взгляд, при генерале Решетникове РСИ вырос. То есть РСИ стала заметной структурой. Я знаю достаточно большое количество компетентных кадров, которые системно занимаются региональной политикой и внутри России, и на полусоветском пространстве. Какие-то несуразности, ну да, есть и были, но еще больше несуразности в прессе по поводу того, что им приписывают. Потому что там и по Белоруссии им приписали что-то такое. Но если вы обращали внимание, то в Минске РСИ стало вообще жупелом. Им приписывали очень много лишнего и, в общем-то, не по делу. Поэтому структура с точки зрения своего публичного реноме оказалась довольно сильно мифологизированной. И они поэтому сейчас в другую крайность бросаются, зажимают себе публичные комментарии и в итоге снова опускаются подводные лодки куда-то на дно, что тоже для аналитического центра не совсем правильно. Поэтому я надеюсь, что они найдут какой-то оптимум. Но это не самый главный вопрос нашей стратегии и государственной жизни. А что тогда решетников убрали? Ну, может, потому что Фродкову нужна была Синекура. Может быть, потому что было действительно какое-то недовольство, недовольство линии, которую взял решетников. Я думаю, в какой-то пропорции то и другое было. Но, по крайней мере, там все произошло взаимноуважительно. И по словам самого решетникова Фродкова, это, ну, скажем так, фигура, которая может обеспечить максимальную приемственность по отношению к предшествующей древе. Нет, это, ну, скажем так, это безобидное чудачество, я бы сказал. Возможно, это несколько снижает доверие к нему, его продуктам со стороны лиц, принимающих решения, но это безобидное чудачество. Это не нарушение чьих интересов. Спасибо. Следующий вопрос, Лидия. Лидия Тельшинова. У меня такой вопрос. В случае системного политического кризиса, о котором вы говорили выше, если не будут выработаны те страховые механизмы, какой вам может быть прогноз для Крыма, первый вопрос, и есть ли возможность аналогии с судетами, о чем наши политические и идеологические оппоненты любят разглагольствовать. Поясните аналогию с судетами. Ну, аналогию с судетами о том, что будет как в судетах русскоязычное население Крыма таким же образом будет... А, после Второй мировой войны. Да, выдавлено, да, из Крыма, и все будут бегать. И мы не добежим до... Да, да, да. Понятно. Ну, пока я не вижу никаких оснований для таких мрачных ожиданий, но вообще мы в жесткой истории живем, находимся, в жестоком мире, где зачастую победитель получает все, а проигравший теряет все. Так было раньше, и эта особенность человеческого существования не изжита. Поэтому горе побежденном. Вот, собственно, единственное, что могу сказать. Не надо позволять себе раскисать, расквашиваться и питать иллюзии по поводу того, что нам может быть место в чьем-то чужом будущем. В чужом будущем нам места нет, не будет. И в том числе нам, как физическим лицам, скорее всего, тоже. Спасибо. Вопрос Иван. Иван Мизюхо. Михаил Витальевич, вот немножко опять к вопросу «Верховенство международного права над Российским». Сейчас проходят суды по статьям «Экстремизм», а именно нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, один из бывших крымских журналистов будет участвовать в таком судебном заседании. Вот эта неопределенность и большой договор, о котором вы говорили между Украиной и Россией, позволяет ли вести линию защиты в этих судах? И значит ли, что пока у нас вот в нашей законодательной базе существует такая коллизия, позволяет ли это потенциальным гражданам, которые будут осуществлять призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, экстремистские призывы, что Крым – это не Россия, аннексированная территория, делать это безнаказанно. Потому что в данный момент линия защиты вот этих граждан, которые… В российских судах. Да. Она строится именно на принципах международного права, и ими, их адвокатами подчеркиваются как раз-таки вот те законодательные акты, о которых вы говорили. Нет, ну в данном случае это просто интересно как иллюстрация. То есть то, что я не знал, например, потому что я не свидел за этими процессами, именно за их правовым содержанием, и я не знал и не знаю того, что эти аргументы используются уже в российской судебной практике. А это очень примечательно. Это очень примечательно и поучительно. Ещё, на мой взгляд, один аргумент в пользу того, чтобы эту коллизию разрешать. Вы знаете, какое-то время можно существовать с идеей того, что правовое крючкотворство не так важно. Но в какой-то момент эти зацепки оказываются очень важными. Точно так же, как, ну вот, казалось бы, борьба Крыма за свою автономию в начале 90-х, ну была по большому счёту проиграна. Но была создана ограниченная автономия, такая полуэффективная при понимании того, что Киев здесь всё равно решает всё и ставит, кого хочет. Но, тем не менее, сама эта институциональная инфраструктура и правовая автономия оказалась предпосылкой и возможностью для того, чтобы вот так вот выбрать свою судьбу на переломе истории. Поэтому такого рода правовые вопросы к ним нужно, на мой взгляд, относиться достаточно серьёзно. Другой пример из того, что сейчас обсуждается, вот большое продление договора, особого договора Федерального центра с Татарстаном. Казалось бы, в общем, никакого особого, опасного содержания в самом этом договоре нет. Но в преамбуле договора, вот как он действует сейчас, 2007-2017 год, там есть ссылка на референдум в Татарстане, который проводился в 1992 году, смысл которого фактически состоял в провозглашении суверенитета Татарстана и ассоциированных отношениях с Российской Федерацией. То есть, по сути, нынешний наш правовой акт легитимирует результаты того референдума. И это абсолютно недопустимо. То есть, нужно очень внимательно к этому относиться и это вычищать. Ещё раз говорю, в период стабильности кажется, что это не важно. А на виражах истории оказывается, что это важно. И это используют. Поэтому, ну, дай Бог, чтобы вот тот период стабильности, который у нас есть, связанный с консолидацией центральной власти, был использован для того, чтобы такие коллизии и минно-замедленного действия под российский суверенитет были устранены. Вы думаете, чем суды? Не знаю. Ну, просто надо следить, чтобы... Или вы говорите о международных судах. Нет, о российских, да? Суды, которые сейчас идут, и линия защиты... Да, понятно. Это просто надо следить за этими процессами, чего я не делаю. А международные процессы, кстати говоря, в международных судах, ну, там, мне кажется, просто ошибочным само признание юрисдикции этих судов. И нужно по максимуму уходить от юрисдикции любых международных судебных структур по модели Соединённых Штатов. Спасибо. Первый ряд, Венера. Я хотела спросить у вас, вот, как вы думаете, как будет решаться крымскосатарский вопрос в Крыму? Ну, здесь неправильно, мне кажется, сказано, как будет решаться. Он уже, как сказать, не то, что решается. Я бы сказал, что на момент, когда мы встречались в феврале 2014 года, я видел очень большие риски с точки зрения взаимной конфликтности и с точки зрения насильственных событий. Их удалось избежать. И вообще, на самом деле, то, что Крым не стал территорией диверсий каких-то, не только в момент перехода, а в принципе, ну, за теми небольшими исключениями, на самом деле, которые были на границе, при границе, это большая удача. С точки зрения крымско-татарского вопроса, понимаете, это логика сосуществования разных сообществ и общин, которая в любом случае является проблемой, и эта проблема будет независима от юрисдикции. То есть это соседи, которые должны между собой договариваться о правилах сосуществования. Это номер один. То есть даже не просто государство и община, хотя государство играет большую роль, а соседи между собой договариваться о правилах сосуществования. Ну вот как Россия вела себя на Кавказе, почему возник институт казачества. Потому что одно дело, пришли регулярные войска, всех победили, оставили небольшой гарнизон, ушли. И все вернулось на округи своя. Они сидят в этом гарнизоне и не высовываются. Если ты пришел и ушел, то статус-кво сосуществования не возникает. А если возникают вооруженные земледельцы, то в какой-то момент возникает баланс. Разные общины притираются друг к другу. И возникает шанс на мирное сосуществование. Это был ответ русской цивилизации на набеговую экономику, которая объективно была укладом для части горских племен в тот период. Поэтому на первом месте, на мой взгляд, сосуществование и взаимное уважение общин. А в принципе, по поводу общин, то, как развиваются события вокруг крымско-татарского вопроса последние три года, все-таки говорит о том, что достаточно грамотно действуют и федеральные центры, и региональные власти, и здравый смысл и прагматизм со стороны крымско-татарского сообщества превалируют. Хотя я понимаю, что есть много взаимных претензий, но все-таки Меджилис изначально был структурой, которая и в прежнее украинское поле не вписывалась, и в российское тем более не могла вписаться. Структура, которая отказывалась регистрироваться по существующим законам, просто потому что претендовала на статус, который в конституционно-правовом поле ни России, ни Украины просто не существует. Статус парламента этнического, то есть такого в конституционно-правовом поле статуса просто не существует. Поэтому то, что эта организация в итоге будет, и на смену приходит, и придется что-то другое, вполне закономерно это позитивный результат этих трех лет. Спасибо, Михаил Витальевич. Вас называют одним из ведущих экспертов по теме русского национализма. Скажите, пожалуйста, что значит русский национализм, и как мы должны его проявлять? Потому что в Украине украинчан не было возможности проявлять ни русский, ни российский, именно национализм. Чтобы понимать, как мы ищем. Национализм в советской традиции является ругательным словом. Я, ну скажем так, в научном плане, в сфере политической философии, политических наук занимаюсь как раз нацией, темой нации и национализма. Одна из моих основных тем в научной сфере. В западной социологии теоретически это понятие нейтральное. Это понятие не имеет той негативной нагрузки, которая существует в советском обиходе и которая у нас преобладает в нашем восприятии. Ну, условно говоря, в советской лексике были такие там дихотомии. «Национализм, патриотизм – одно хорошее, другое плохое». Или там «Интернационализм, космополитизм – одно хорошее, другое плохое». Или там «Миролюбие, примиренчество – одно хорошее, другое плохое». На самом деле все это одинаково. Просто одно слово окрашено черным, другое слово окрашено белым, а предметное содержание очень и очень близкое. То есть это в каком смысле словесные манипуляции. А теперь по существу. Смысл того, что можно назвать русским национализмом в нейтральном смысле, да, не в ругательном, состоит в том, что мы, как большой народ, как и малые народы, имеем право быть собой. Культивировать свою идентичность, говорить о своих интересах, формировать практики солидарности и взаимопомощи, формулировать свою повестку в отношении с государством, что нам нужно над государством. Дело в том, что у большого народа, ну, страны малых народов, которые испытывают ассимиляционное давление, которые действительно боятся не воспроизвести свою идентичность в поколениях, передать язык, иногда кажется, что у больших народов таких проблем нет в принципе. Это не так. У больших народов есть проблемы, причем серьезные, и не другие. Ну, например, давайте оценим историю русских за 20-й век с точки зрения вот этого сохранения этнического поля. Что произошло? Произошел колоссальный эксперимент по расколу большого народа. В начале 20-го века большая часть населения западно-русских земель имеют русскую идентичность, включая Галицию. Несмотря на все усилия, несмотря ни на что. Я не говорю, что они такие же, как жители центральной России. Нет, они другие, но у них преобладает русская идентичность. И вот в результате преимущественно советской национальной политики происходит откол от большого народа нескольких десятков миллионов человек. То есть, скажем, если для малого народа основной страх это раствориться в другом, потерять идентичность для себя своих детей, то для большого народа это разлом этнического поля. Когда он теряет целостность и распадается на какие-то части. А можем ли быть уверены, что если западно-русские перестали быть русскими, в какой-то момент восточные русские, северяки и дальневосточные люди, или северорусские, жители Петербурга, Ингерманландии, как сейчас уже некоторые называют, тоже не перестанут быть русскими. Это возможно в исторической перспективе десятилетий, в том случае, если русская идентичность будет слабой, в том случае, если будут давить и выкорчевывать. И в этом случае последствия для целостности российского государства будут очень тяжелые. А сегодня русскую идентичность ослабляют именно от имени театриальной целостности. Но вы посидите, вы не говорите о своих интересах и своей идентичности, потому что другие могут обидеться и возмутиться. Но если мы не будем эту идентичность воспроизводить, то через несколько десятилетий будут не русские, а сибиряки. Будут не русские на северо-западе, будут ингерманландцы, как бы это самое коряво ни звучало. Будут поморы, а не русские. И казаки уже сегодня многие говорят, что мы не русские. Потому что им выгодно с точки зрения конъюнктуры российских межнациональных отношений, им выгодно записываться казаками как отдельным этносом. Потому что на площадках межнациональных дискуссий, а это, понимаете, это определенный административный рынок отношения активистов с государством. Русских нет, а казаки есть. То есть они должны культивировать свою идентичность как отдельную, как особую. И чем в большей степени они эту особость по отношению к русским подчеркнут, тем больше они могут получить от государства. Потому что за особость, за инаковость платят. Ну прямо или косвенно. И вот чтобы этого избежать, этого расползания нашего этнического поля, мы должны просто выработать культуру, воспроизводство своей идентичности и обсуждение защиты своих интересов. Вот, собственно, в двух словах, в чем состоит эта идея. Спасибо. Поддержал. И больше того, присоединение Крыма, оно стало в каком-то смысле переломным и разрывным таким моментом, потому что до этого в Российской Федерации строилась четко территориальная нация. Нация в границах Российской Федерации. Вот распался Советский Союз, нашей номенклатуре Российской Федерации достался определенный кусок этого советского наследства. И вот в пределах этой юрисдикции, в пределах этой территории они решили построить себе нацию. Нация в пределах вот этого осколка. А наша нация настроилась не так. Наша нация строилась вокруг русской культуры, русского языка, исторических воспоминаний. И все это поверх границ. Поэтому ключевой вопрос, на чем, где краеугольный камень нашей солидарности? Конфигурация границ или язык, культура, историческая память, который поверх границ во многом? Если это конфигурация границ, то, извините, вы строите не на константе, а на переменной, потому что границы в нашей истории менялись довольно сильно. И может еще будут меняться. И присоединение Крыма в концепции территориальной нации обосновать невозможно. А в концепции нации культурной, то есть по культуре, языку, исторической памяти, можно. Поэтому это шаг, который нас очень сильно сдвинул от территориальной концепции нации к концепции культурно-языковой. Спасибо. Следующий вопрос. Национальное движение Крымцев-Татар, Мамиль Еминович Иванович. Верховный совет СССР в 1989 году принял ряд решений по крымско-картарскому вопросу. Это декларация о признании преступления против правых актов. В развитии этого было принято постановление 845-9-1 об ИВД-фреприложениях. Но со временем это было заблокировано. И сегодня в России есть закон о реабилитации репрессированных народов. Почему вы эти законы не распространяются на нас, как право Российской Федерации не распространяются на нас, как право БУДССР? Принят же отдельный законодательный акт, при признающий статус крымских татар как репрессированного народа. Нет. Нет. Существует закон о реабилитации репрессированных народов, он должен, он не распространяется на нас. Он распространяется? Указом президента не выполняется. Микрофон возьмите, пожалуйста. Дайте микрофон, чел. Пояснение такое, что значит, когда реабилитировали конкретно каждый народ, Сеченцев, Ингушей, то это проводилось указом президента конкретно каждому народу. В данном случае есть все эти так называемые народы. Здесь и национальное меньшинство, и коренный народ. Получилось как абстрация. Поэтому мы ждем указа президента о реабилитации. Сейчас есть указ президента по народам Крыма репрессированный. Репрессированные народы Крыма. Я понимаю. И крымский татарский народ не единственный репрессированный народ Крыма. Не единственный. А вы считаете, что по каждому отдельно надо сделать по каждому отдельный указ? Это имеет какое-то правовое значение? Нет, мне кажется, что это правового значения не имеет. Просто потому что это не влияет на статус, который фиксируется в этом указе. Я могу ошибаться, но насколько я помню, там перечислены уже самов указы. Нет, они перечислены, конечно, безусловно, они перечислены. Поэтому смысл... Просто мне кажется, это не главная проблема. Вот именно эта отдельность, это далеко не главная проблема крымских татар. Пожалуйста. Да, второй вопрос, пожалуйста. Значит, вы считаете, что крымский вопрос возник в 2014 году? Мы, как национальное движение, говорим, что крымский вопрос возник в 1944 году. И в 1954 году стал спорной территорией. Он возник в 18 веке, когда Крым был присоединен. Нет, мы говорим, что в 2014 году он вышел на международный укрыт, хотя его можно было решить конструктивным советом между Россией и Украиной. Но это было не было сделано. И сегодня мы имеем, что Крым стал явным раздором. Мы предлагаем, у нас есть ряд материалов, исторических в том числе, для решения крымского вопроса через крымско-каргарский вопрос. Вот если вам не сложно, я буду рад смотреть. Но просто для России крымского вопроса не существует. Для России стоит вопрос развития Крыма. Значит, вопрос само вступление в дискуссию о международно-правовом статусе будет означать отход от ранее занятых позиций и, соответственно, снижение уровня российского суверенитета. Вопрос о развитии Крыма для нас существует, о статусе Крыма. Такого вопроса для нас не существует. Поэтому, безусловно, улучшение отношений к российскому Крыму, здесь крымско-каргарский фактор может играть большую роль. И, кстати говоря, скажем так, в России вы оказались частью достаточно большого тюркского мира и тюркского лода, я бы так сказал. Я бы не сказал, потому что, скажем так, Казань на первых этапах присоединения пыталась достаточно активно вести эту игру, в том числе лоббирование. Другое дело, что они, ну, скажем так, сделали ставку на людей, с которыми невозможно было сварить каши. И они повели себя недостаточно гибко. Может быть, они вполне разбрались с ситуацией. Но, в целом, в рамках Российской Федерации крымские татары могут и уже достигли гораздо больше, чем это было бы возможно в рамках Украины. Потому что, понятно, что все те решения, которые принимаются на Украине сейчас, это решения, связанные с тем, что Крым не в Украине и не будет в Украине. Значит, поэтому то, что возможно с точки зрения интересов, автономии, этнического выживания в рамках Российской Федерации, я думаю, это гораздо больше, чем то, что было возможно в рамках Украины. Просто в силу того, что Россия действительно все-таки более разнообразная и более терпимая страна. Действительно более терпимая. И мы сейчас видим, что, ну, Украина, в общем-то, будучи достаточно большой и разнообразной страной, демонстрирует фантастический уровень нетерпимости по отношению к своему разнообразию. И то, что конъюнктурно крымские татары стали для них знаменем, ну, сейчас это, ну, вы понимаете, как дешево это стоит, да, что это просто разменные монеты в ситуации, когда они понимают, что они торгуют воздухом, давая какую-то автономию территориальную или национально-культурную. Если представить себе, что процесс был бы реальным, то ни на йоту бы не сдвинулась с той позиции национально-патриотической, которая есть в Киеве, крымский татарский вопрос в украинском правовом поле. Поэтому вам надо осваивать инструменты, механизмы национальной политики в Российской Федерации. Они достаточно благоприятны по отношению к народам и национальностям, к меньшинствам. Можете осветить эти благоприятные пути? У нас есть рука. Ну, смотрите, институты диаспоры, они часто достаточно влиятельны. В Российской Федерации много действительно по-настоящему влиятельных диаспор. Это не государственный институт. Хотя, отчасти, там есть государственные механизмы признания этих диаспор, национально-культурных автономий, но это влиятельные образования, которые иногда в Москве решают очень серьезные вопросы. Разные. Не только внутрироссийские, но и зарубежные диаспоры. Дальше. Безусловно, национальные республики. Мы понимаем. Понятно, что Крым не является национальной республикой. Национальная культурная автономия. Вот, скажем, для русских в национальных республиках нет возможности создания национально-культурных автономий. Для всех других народов на территории Российской Федерации есть возможность создания национально-культурных автономий. В Крыму есть возможность реализации права на образование на национальном языке. Создается эта возможность. И я, кстати, большой сторонник того, чтобы все-таки это было делом добровольным, потому что я знаю, что была позиция крымско-татарского сообщества о принудиловке, такое, чтобы все три языка изучались обязательно. Я считаю, что ничего, кроме взаимного раздражения между общинами, это не даст. Только добровольность. То есть, идентичность – это не обязанность, это право. Государство должно гарантировать право на идентичность. Право народу сохранять свою идентичность. Но уж, извините, вы сами попробуйте воспользоваться этим правом и договориться со своими детьми о том, чтобы они ваш язык изучали и развивали, и сохраняли вашу идентичность. Государство не может и не должно это сделать за вас. Поэтому в России есть достаточно механизмов, как мне представляется, реализации своего права на инаковость, права на идентичность у национальных меньшинств. При этом куча социально-экономических проблем, какие ходу угодно еще, и обид, и ущемлений, но, уверяю вас, у русских и таких обид, и всего прочего, ничуть не меньше. Это касается всех. Всем надо исправлять, безусловно. Спасибо. Есть вопрос? Да, да, есть вопрос. Вопрос в том, что вот у вас Крым в зеркале международной политики. Возьмем немножко историю. Крым Россия захватила в XII веке. Все. Это уже состоялось, прошло. После этого передали Украине в 54-м. Теперь назад Россия вернула Крым. Но везде, почему не признают Крым территорию России? Потому что нарушается право коренного народа Крыма, крымских татар. При присоединении Крыма к России присоединился один народ, крымские татары. И все те, которые есть, народы указаны в указе президента, это всего лишь диаспоры. То есть армяне, греки, болгары, немцы. Это те аспоры. А присоединился один народ. И пока Россия не признает права крымских татар, международное сообщество присоединения Крыма к России не признает. Позиция понятна. В случае с армянами и греками, это безусловно не диаспора. Это безусловно не диаспора, потому что и армяне, и греки существовали здесь еще до того, как крымчаки и герои существовались достаточно давно. Поэтому, конечно, это коренные народы. Кроме того, существуют разные понятия того, что такое право коренного народа. Есть право на сохранение себя. И это право абсолютно священное. Это право на жизнь. И русские, и крымские татары, и армяне, и казанские татары, все они имеют право на самосохранение и на передачу своей идентичности. А вот право на этническую собственность на землю нет такого права. Категории этнической собственности на землю нет ни в международном, ни в обычном гражданском праве. Безусловно, иногда есть в голове. И это, ну, у любого народа есть своя этническая родина, этническая колыбель. Но это представление в голове, оно не конвертируется напрямую в правовые обязательства. Поэтому право на сохранение себя, безусловно, за него нужно бороться, нужно быть гарантированно. И оно у нас все-таки гарантировано. А вот право на этническую собственность на землю, его ни одно государство, уважающее себя и дорожащее своей целостности, не признает и не признает. Мы забыли о центре зала, давайте передадим микрофон сейчас в центр зала. Мы долго молждали, а вы о нас опять забираете. Вы долго уже задавали вопрос? Нет, нет, на самом деле это важная тема, я готов обсуждать. Но просто вот назовите одно государство, которое признает этническую собственность на землю, кроме Российской Федерации. А я сейчас профитирую этим моментом. США и индейцы, да, США и индейцы. Вот только так, да. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Артем Дубовик, просто студент в кафедре политологии. Ну, в общем, бурная, конечно, дискуссия. И, честно говоря, я не любитель задавать вопросы, просто хочу процитировать всего лишь один документ и Тартаса, и не более того. А 21 апреля 2014 года, то есть, понимаете, уже прошло три года, а вы так, наверное, его не нашли. Ну, я, если надо, ссылочку заброшу. Итак, я цитирую, ничего от себя не добавляю. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о мерах преабилитации армянского, болгарского, греческого, ну, вот ты все правильно назвали, но забыли, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития. Тут довольно-таки серьезный документ, и там все это затрагивается. Я не понимаю, о чем сейчас дискуссия и полемика. Ну, им хочется все. Не, ну, в ответе, если... Это жалко, что вы не понимаете. Объяснение. Спасибо за ремарку. Можно мне слово. Ну, это просто матчасть, да, это вот спасибо за фактическую справку, в данном случае, поскольку вопрос возник, нужно было об этом напомнить. Да. Еще в центре зала вопрос. Лилия. Где Дэнка Лилия, у нас участие не Крымного Синдерополя. Ну, Коля, тут уже немножко задели внутренние, скажем так, вопросы. Я бы вот хотела такой вопрос задать. Вот вы сейчас сказали, что для России не существует крымского вопроса, но есть вопрос развития Крыма. Вот для нас, для крымчан, в вопросе развития Крыма, под вопросом... Ну, просто вот вагон и маленькая тележка, если так, спокойно. Вот. Вот вы являетесь руководителем вот такого вот института стратегического развития. Вот ваше мнение, отношение, ваша оценка таким вопросом, как первое, то, что у нас ФЦП, ну, тормозит, скажем так. Так, национализация, тоже серьезно бьет по имиджу. Кадровый вопрос. Здесь же еще один под вопрос в том, что не было вот этого вот курса, о котором в самом начале говорили, в 2014 году, что кадры крымские должны были отправиться на материк, чтобы повысить свою квалификацию, и этого не было. И в связи с этим вот мы сейчас видим большое торможение вообще во всех вопросах, начиная там от элементарной экономики, да, вот эти все сметы, освоения, все остальное. И еще такой вопрос в последнее время, вот, ну, я так заметила, обострился. В 2014 году, когда вот мы все вышли на референдум и все проголосовали, ну, вот, я сейчас уже, может быть, цинично это оценю, но тогда власть вышла и сказала, вот, а люди все проголосовали за Россию. А сейчас, когда вот в Симферополе проходит там ряд вопросов, ну, повторюсь, я, возможно, цинично уже говорю, но, а зачем нам люди, а зачем с людьми проводить какие-то общественные слушания, а зачем с ними советоваться? Не буду далеко ходить, может быть, вы слышали вот эту разнесчастную реконструкцию центра города, и сейчас проводится целая куча трудов. Лилиска, ваш вопрос. Вот вопрос, возвращаемся, вот, ваши отношения, вот, Россия сейчас ставит перед собой задачу развития Крыма, и вот в этой задаче стоят подвопросы, которые нужно решить. Кадровый вопрос, национализация, ну, вот уже игнорирование мнения населения, и вот та же ФЦП, которая, вот, ну, плохо работает. Вот ваши отношения. Ну, прежде всего, что могу сказать, оказавшись в России, вы по определению оказались и в рамках тех общих для всей России проблем, которые связаны с взаимодействием власти и населения. На Украине есть свои проблемы с взаимодействием власти и населения, это анархо-олигархия. Неприятная модель, но, грубо говоря, люди могут выйти на площадь, да даже что-то изменить, не факт, что к лучшему. В России другие, да другая проблема взаимодействия власти и населения. Вертикализация, глухота, нежелание что-то слышать, что-то менять. Что лучше? Ну, вот российская модель, как-то она, по крайней мере, поустойчивее, но вообще-то ее тоже надо менять. И теперь надо менять ее совместно, и вот, пожалуйста, милости просим, что называется. Ну, кроме того, надо сказать, что, не могу сказать, что в Крыму эта ситуация принципиально новая, потому что здесь была привнесена управленческая элита, которая с местными интересами, значит, абсолютно не считалась ни с населением, ни с бизнесом. Поэтому нельзя сказать, что эти проблемы к вам привнесены с российской политической культурой, управленческой. Но они наши общие, так скажем. Поэтому давайте вместе их решать. Это абсолютно типовая история, я думаю, для многих российских городов. Здесь нет специфики. В чем есть специфика? Специфика есть в том, что я уже назвал. Есть барьеры развития. Есть барьеры развития общей для всей России. Низкий спрос, потребительский, инвестиционный, дорогие деньги, неблагоприятная финансовая, денежно-кредитная политика и так далее. Есть специфические для Крыма барьеры развития. Один, мы обсудили, банковская страховая система. Если ее не будет, не может быть инвестиций полноценных. Другое, ну, скажем, это больше доля серой экономики в Крыму, существенно, чем в других российских регионах. Я не уверен, что Крым чемпион, потому что есть Приморский край, есть республики Северного Кавказа. Но Крым, я думаю, в числе лидеров с точки зрения влияния организованной преступности в экономике и с точки зрения доли серой экономики. Это исторически так сложилось, это объективно. И это не так просто преодолевать и сживать. А это барьер для инвестиций. Потому что можно очень долго говорить о том, как мы ждем инвесторов, как мы, так сказать, хотим, чтобы сюда пришли деньги и все закрутилось. Но на самом деле инвесторы – это чужаки, которые приходят за своими правилами и которых зачастую на самом деле никто не ждет. И не ждут, прежде всего, те люди, которые сегодня этот сектор экономики контролируют серой. Поэтому вот эта высокая доля серой экономики – это барьер для прихода инвестиций в Крым. Дальше. Качество управления. Конечно, барьер. И здесь это переобучение управленцев, оно еще далеко от своего завершения. Вот интересно, что Крым и Севастополь пошли разными путями с точки зрения сохранения преемности по отношению к прежней элите. Я уже упомянул об этом, что в Крыму преимущественно костяк сохранился элит, а в Севастополе сменился. И Севастополь, человек извне стал губернатором, и, по сути, все местные элиты, кто был не кем, то стали всем, а те, кто занимали позиции, ушли в никуда. Ну, наверное, ни одна из моделей не доказала какой-то такой своей абсолютной успешности, и там и там есть проблемы, но все-таки пока Крымская выглядит несколько более успешной и устойчивой по сравнению с Севастопольцем. По крайней мере, севастопольцы часто говорят о том, что, наверное, все-таки опыт Республики Крым с точки зрения управленческого транзита лучше. Но управленческие кадры – это штука, которая быстро, проблема которой быстро не решается. Это действительно нужно готовить, согласовывать региональные и федеральные интересы. Я, скажем, был удивлен, мне показалось, не знаю, вам, естественно, виднее, что когда произошло абсолютно ожидаемое событие энергоблокада, у властей не было отработанных планов реагирования. Может быть, я ошибаюсь, но было такое впечатление. Хотя это абсолютно железобетонное событие, которое просто не могло не произойти. И понятно, что нельзя сделать всего заранее, но можно иметь эти управленческие планы, иметь план действий. Но это, очевидно, управленческий косяк. Неэффективность исполнения федеральных целевых программ действительно в Крыму существенно выше, чем в целом по России. Оно и в целом по России, мы все время стоим, у нас денег нет на то, на другое, на третье, но на самом деле остатки по итогам реализации государственных программ очень значительные. То есть деньги не реализованы, не освоены по концу года. Это свидетельствует об очень низком уровне качества управления. В целом, в Крыму ситуация гораздо более тяжелая, потому что мы, будучи недовольны своими управленческими кадрами федеральными, уже поняли, что когда все-таки федеральные министры, замминистры, начальники департаментов приезжают в Крым, они с точки зрения управленческой все-таки профессиональны. Насколько я могу судить, опять же, не сочтите за какой-то снобизм, но по той информации, которую я получаю и от крымчан, и от федеральной стороны. И вот это все долго, проблемы, которые решаются долго, муторно, но это и есть управление. Ну, опять же, что еще раз говорю, не будь гашью, обжигают. Менеджмент – это технология, которую можно освоить, и социальная машина, которую можно построить, на которую можно ехать, было бы время, силы и желания. Поэтому, еще раз говорю, то, на что мы должны поднажать, как общественность, это два вопроса. Это политическая воля, давление на банки, финансовую систему, чтобы все, прекратить санкции в отношении Крыма. И это механизмы обратной связи власти-населения, чтобы с нами считались. Чтобы не было ситуации, мы за вас все решили, провели общественное обсуждение, за неделю до принятия решения вывесили на сайте, провели общественное обсуждение. Вот, пожалуйста, вам результаты общественного обсуждения, все подписали, приняли. Значит, общество совсем согласно. Вот этого не должно быть. И поэтому вот здесь это то, на что общественность может влиять. Обратная связь и формирование политической воли для прекращения санкций. А управление, ну, давайте оставим управленцам. Это сложный вопрос. Если приедет к вам, не знаю, может, Сергей Владимирович Кириенко, вот он специалист по управлению, отвечает за внутреннюю политику, он нам расскажет, что можно сделать для того, чтобы вымуштровать ваших администраторов. Он один раз гипот устроил. Спасибо. У нас вопрос в конце зала, и мы будем передвигаться тоже к началу. Нагорный Виталий, студент-политолог, Крымский, федеральный мирский. Михаил Виталийович, в первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить вас за возможность встречения в таком формате, за вашу вид. Вот, помимо всего прочего, указывается, что вы являетесь председателем Президиума экспертного совета военно-промышленной комиссии и правительстве Российской Федерации. В соответствии с этим, для меня к вам, как эксперту, возникло несколько вопросов, если можно. Первый. Могут ли предприятия двойного и оборонного назначения, которое диспансируется на территории Крыма, быть чем-то интересным для военно-промышленного комплекса Российской Федерации? Если да, то чем. Планируется ли обновление кузницы вооружения в рамках нашего полуострова? И третий вопрос. Можете ли вы называть главных стратегических партнеров Российской Федерации в оборонной отрасли? Спасибо. Понятно. Но предприятия интересны, да. Я думаю, на первое место я поставил судостроение. Два завода, Феодосия, Керчь, Залив, Море и Залив. Море в гораздо худшем состоянии пришло с украинских времен. Залив был в позднесоветское время модернизирован, и он может строить корабли такой размерности, которые в России строить не могли до присоединения Крыма. Поэтому это существенно расширило возможности нашего судостроения. При этом само предприятие оказалось в тяжелом состоянии из-за того, что оно потеряло все иностранные заказы, которыми оно было неплохо утрамбовано. Но постепенно эти заказы восполняются по линии российского военного и гражданского заказа. Ну, плюс приборостроение такое предприятие, как «Фиолент». У нас в сентябре на военно-промышленной конференции, которую я проводил, выступал директор предприятия «Фиолент». Ну, я модерировал просто конференцию, а так там очень высокий уровень представительства, и вице-премьера, и Министерство обороны, и надзорные органы. И он говорил о такой проблеме, что сегодня крымские предприятия оказываются дискриминированы тоже из-за отсутствия банков в Крыму. Потому что по новым правилам финансирования закона о финансировании гособоронзаказа есть уполномоченные банки, только через них могут проходить контракты по гособоронзаказу. И из этих уполномоченных банков только Банк России работает в Крыму, но при этом не располагает полноценной филиальной сетью. И, кроме того, далеко не все контракты, то есть почти никакие контракты не лежат в этом банке, не обслуживаются в этом банке. Соответственно, тот же «Фиолент» — это приборостроители, которые не являются финишерами, то есть они не постарают финальную продукцию, они участвуют в кооперации, и они не вольны выбирать, какой банк будет уполномоченным. Соответственно, возникает много дилемм, когда им нужно через Краснодар оформлять свои отношения. Это, конечно, ужасно повышает все издержки. Но сейчас эта проблема решается, и таких проблем много. И еще раз говорю, на мой взгляд, нам должно решаться кардинально со стороны банковской системы, а не военно-промышленного комплекса. То есть судостроение, приборостроение. Вот это специализация Крыма, исторически сложившаяся, и она будет востребована. А стратегические партнеры, ну, посмотрите на наших основных покупателей вооружения. В 90-е годы нас спасли Китай и Индия с точки зрения рынка вооружения, с точки зрения вообще поддержания на плаву оборонно-промышленного комплекса. Был огромный заказ со стороны Китая и Индии, но обе эти страны, но Китай, конечно, в большей степени ориентирован на то, чтобы полностью делать свое, в том числе копируя наши разработки без всякого уважения к интеллектуальным правам. С Индией есть совместные проекты, поэтому Китай эта тема сворачивается с точки зрения как рынок, уже практически сходит на нет. Индия еще остается большим рынком, но тоже идет потихонечку вниз. Есть перспективы совместных проектов, поэтому с Индией нужно в этот раз расширять диапазон сотрудничества на гражданских рынках. Он огромный там. Но остается еще много чего еще. Это и Северная Африка, Алжир, Египет, это Восточная Азия, Вьетнам, Малайзия, это Латинская Америка, это Африка и Ангола. Поэтому Россия пока чувствует себя на международных рынках неплохо. Там есть и от проблем, я просто не хочу вникать, это достаточно такой частный профессиональный разговор. Это рынок тяжелый, за место на нем постоянно нужно бороться, нужно меняться, а не просто воспроизводить прежние компетенции. Но я думаю, что это вполне решаемая задача. Спасибо, Валентин. Добрый вечер, Александр Тавченко. Я в связи с вашей чередой, уважаемый, проскочил немножко, но хотел бы вернуться к актуальной теме, которой вы занимались, вот прочитав вашу книгу и до этого читав работы «Русские государства», все время 399 страниц говорит о нации с точки зрения именно, как вы говорили, культуры, исторической памяти, языка. Я хотел бы сказать, что вот о том размежевании, о котором вы говорили, поморы, там, германланцы, крятичи, древле и прочее, прочее. В 1977 году на кафедре антропогенетики, институте антропологии, в МГУ, значит, Клёсовом, там, мной еще, профессор Андривский, мы подняли такой вопрос официально в научный совет, чтобы создать карту генетическую. Ведь, в первую очередь, несмотря на 400 страниц, я там вот именно, нация – это биологический таксон, с которого, в общем-то, надо начинать, плясать. И вот так, как вы говорили, чтобы не было вот этого рассеяния, знаете, диссипации по диаспорам, всем нужно было создать карту, генетическую карту, такую, которую есть у многих других народов. Все дело вот смылось только в финансировании. Вот в этой связи, когда уже прошло 40 лет после того июньского, скажем, вот, заседания научного совета, вы, как вот ведущий специалист в этом вопросе, не могли бы поднять эту тему и запросить государство создать карту русского народа, чтобы идентифицировать народа и чтобы, знаете ли, вот это понимание политологов, философов, социологов и других этнокультурных там деятелей могло как-то опираться, ну, мы скажем, на такую базу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я рискую уйти в дебри, и, так сказать, это будет не всем интересно, поэтому постараюсь так коротко ответить. Это очень сложная тема, вы подняли, в какой мере нацию можно считать социобиологической реальностью, в какой мере нет. Я считаю, что нет. Значит, даже Гумилёв, который является, Лев Гумилёв, который является сторонником социобиологической концепции этноса, признает, что нации не являются социобиологической реальностью. Я даже считаю, что этнос не является биологической реальностью. Почему? Потому что, смотрите, то, что механизм наследования в подавляющем большинстве случаев и для наций, и для этносов, ну, а нация – это просто этнос, который научился жить по правилам современного общества, который имеет высокую культуру, большую литературу, как правило, какие-то и официальные институты государственные, хотя может и не иметь, значит, то есть это пороговая величина, так сказать, развития этнос. Механизм трансляции идентичности связан с родством. Ну, родители передают детям идентичность, это нормально, это родство, да, действительно. Но то, что передается, это не сама генетика. А передается культурная идентичность, передается язык, стереотип поведения, исторические воспоминания, просто самоидентификация, набор воспоминаний. Территория – это уже собственность, которую можно захватить или не захватить, это другой вопрос. Для того, чтобы чем-то владеть, квартирой, машиной, дачей надо быть собой, да? Вот это важно. То есть, если тебя нет, то ты ничем не владеешь. Если ты не владеешь собой, то ты не владеешь вещами. Да, вот в чем смысл? Прежде чем владеть вещами, человек должен владеть собой. А владеть собой – значит иметь идентичность. То есть, сохранять вот эту ось, вокруг которой человек выстраивает себя, свое будущее, свое прошлое. Если у него это не получается, то его личность распадается, это уже история про шизофрению и другие расстройства. Поэтому шизофреники не могут владеть вещами, так сказать, люди, которые признаны недееспособными. То есть, прежде чем владеть вещами, мы владеем собой. И вот нация – это про то, чтобы владеть собой на уровне идентичности. И тогда, если мы владеем собой, мы можем быть суверенными и владеть вещами. Так вот, это я к тому, что, на мой взгляд, ни нации, ни этносы, в своей основе, не являются, собственно, генетическими образованиями, хотя у них есть, безусловно, такая природная, родовая составляющая. Но просто нигде практически генетические общности и национальные общности не совпадают. Это отдельный интересный вопрос исследований антропологических. Генетическая карта разных больших наций, генетическая карта разных популяций, разных расовых групп. Это очень интересная тема. По ней, в принципе, в современной науке многое сделано и могло бы быть сделано, если бы эта тема не была в значительной степени табуирована. Потому что современная наука, естественная, очень далеко шагнула по сравнению с теми временами, когда этим интересовались и не только немцы при Гитлере, но и американцы, и британцы, все-все-все. Вот эти самые 20-е, 30-е, 40-е годы – это пик интереса к этим расовым генетическим исследованиям, которые пытались формулу национальную на базе естественных наук вывести. Вот с тех пор естественные науки шагнули далеко вперед, но эти исследования прекратились просто потому, что они не поощряются политически. Но, в принципе, возможности современной генетики, антропологии, они очень большие, эти возможности надо развивать. Но не надо путать это с национальной идентичностью. Не может быть такого, что вот я сейчас вам напишу ваш генетический код, вот это вот и есть, вы храните это. Собственно, наш национальный код – это наш язык, культура, национальная историческая память. Это прежде всего то, что в голове. Как говорил один поляк, нация – это не кровь, которая течет во мне, это кровь, которая течет из меня. То есть способность человека жертвовать чем-то ради чего. Мне кажется, это важнее. Спасибо. И наоборот, кстати. Владимир Баваев, журнал «Форум». Вопрос задаю от себя, не сочтите его. Несерьезно, может быть. Крымчаны стали гражданами России. В свое время в России была проведена приватизация. Крымчане в этой приватизации не участвовали. Мы тоже, вообще-то. Если честно, уже. Поэтому, если бы там была проведена Чубайсовская приватизация, не могли бы мы провести здесь нормальную для людей приватизацию? Это бы объединило все нации и народы Крыма. Ну, чтобы была приватизация, должны быть какие-то госактивы, которые можно распилить. Или вы имеете в виду экспроприацию? Просто здесь за украинские времена сложилась такая, в общем, структура собственности, где есть какой-то олигархический бизнес, где есть средний бизнес. Нельзя сказать, что здесь прям госсектор преобладает, поэтому говорят о национализации. Поэтому, если вы предлагаете экспроприацию, то это другая обстановка вопроса. Это другой сценарий, да. А так к приватизации вы понимаете, что у нас вопросов очень много. И залоговый, и ваучерный. Спасибо. У нас следующий вопрос. Добрый вечер. Я позволю себе посидеть. Хорошо. Меня зовут Сита Бла Мамутов. У меня, прежде чем задать вопрос, вдруг эмоция появилась насчет идентичности. Я так понял, что московские ученые хотят вырастить дерево без корней. Вот это мое мнение. Это вы имеете в виду про биологию. Да, вот то, что товарищ задавал. Но если сумеет вырастить дерево без корней, прекрасно. Что касается, вот, вы мельком прошли отношения центра с Татарстаном. И я хотел бы задать вопрос о федеральности. Россия, как моного государства, никому не нужна. Ну, не имеет будущего, согласитесь. Народы Евразии, подождите, не перебивайте, я вас слушаю внимательно. Народы Евразии собрались вместе и договорились. Будем жить одним домом. Да? То есть одним двором, где много домов. Но одним двором. Правильно? То есть они создали федерацию. Каждый народ внес свой вклад. Свою землю, на которой он живет. Правильно? А вот сейчас, я так понимаю, в Москве появился вектор все-таки унитарного государства. С ваших слов. Может, я ошибаюсь. Но у меня, читая их глубоко, пытаясь понять современную конституцию Российской Федерации. Там нет места для народов. Там только в преангуле сказано, так бегом. Имеет право на суверенитет. А все остальное, все субъекты субъекты. А это все-таки унитарность. Подчинение центру. Никто не требует больших прав. Народы делегируют сильные нации, которые они избирают. В данном случае это русская нация. Да, русский народ. Делегируют какие-то свои собственные приоритеты. В лице самообороны, общего кошелька и так далее. Но они чего-то требуют. Я сейчас заканчиваю вопрос. Вот Исмаил Гастринский сказал следующему, но очень конкретно, в русско-восточных отношениях. Русские не должны обманывать мусульман, а мусульмане должны доверять русским. И вот об этом все сейчас забыли. И вот я сейчас вас послушал, и у меня сложилось мнение, что мы идем семимильными шагами к унитаризму. Это первое. А вот что касается шума под крымстарской темой, извините, господа дорогие, но не надо быть реваншистами. Успокойтесь, наперите воздух и дышите глубже. Воздух в Крыму, последнее достояние, чего есть у нас. Остального у нас ничего нет. Благодарим вас и за советы, за вопросы. Значит, на самом деле важная тема... А федерализация вопросов. Если позволите, я прокомментирую. На мой взгляд, вы смешиваете две совершенно разные вещи. Одна это, ну скажем так, этнический альянс, другая федеративность. Все-таки подавляющее большинство федераций, которые существуют в мире, это федерации территориальные. И, ну скажем так, примера успешных этнофедераций, в общем-то, нет. Была Югославия этнической федерацией, был Советский Союз этнической федерацией. Россия юридически, до юра, этнической федерацией не является, но есть компромисс, есть двусмысленность в Российской Конституции на тему статуса субъектов. На мой взгляд, нам нужно укреплять федерализм. Россия – это не та страна, в которой все вопросы могут решаться из одного центра, и тем более из одной головы. Нужно уважать и учитывать региональное разнообразие, но этот федерализм должен быть территориальный, а не этнический, по моему глубокому убеждению. Нет, дело в том, что, что касается существования народов, у нас большая часть народов существует в разных субъектах. И проблема, и право на воспроизводство своей идентичности, оно, в общем-то, никак не связано с территориальной компонентой. Оно может быть обеспечено по всей территории России, вне зависимости от нарезки субъектов федерации российских. Если говорить о генезисе возникновения нашего государства, то это не то, чтобы союз народов, которые собрались и что-то делегировали. Я бы так сказал, ну, откровенно говоря, это результат русско-имперской колонизации, в которой договаривались с другими народами. В которой где-то действовали правом силы, как все в истории всегда действовали, здесь нет ничего уникального, так сказать, и крымские татары иногда очень эффективно действовали правом силы, значит, и римляне, значит, и французы, англичане все, значит, но договаривались. И возникали альянсы, унии. И вот эти вот унии с этническими группами, они как неформальный институт у федерального центра сохраняются по сей день. Это институт, который напрямую не зашит в конструкцию российского федерализма. Но вот эти унии на неформальном уровне, они присутствуют и по сей день, федерального центра с этническими группами. На мой взгляд, все это нужно лишить привязки к административно-территориальным образованиям, потому что это путь дискриминации тех людей, которые не относятся к титульной национальности и на территории России в целом, и на территории соответствующих республик. Еще в советское время в национальной политике был большой вопрос, значит, как реализовать право национальностей. И была полемика между теми, кто считал, что это должно быть максимально привязанных территорий, то есть, что любая национальная единица должна быть замкнутой территорией. И они дошли до абсурда, когда было создано тысячи, десятки тысяч национальных территориальных единиц разного уровня, разной дробности, включая там деревни и прочее, и прочее, и прочее. Эта система оказалась абсолютно нежизнеспособной. Другая позиция состояла в том, что гарантии сохранения национальной идентичности должны действовать транс-территориально. То есть, в любой точке страны человек, будь он узбеком, или татарином, или чеченцем, должен иметь возможность получить образование на родном языке, сохранять свою идентичность, не подвергаться принудительной ассимиляции и так далее и тому подобное. На мой взгляд, в современном мире и в современном государстве все-таки более предпочтительна и приоритетна именно вторая позиция. Право на реализацию своей инаковости, своей идентичности, вне зависимости от привязки к территории. И я понимаю, естественно, что для крымских татар Крым – это этническая родина, это не подлежит сомнению, но возможность быть крымским татарином и в Москве, и в Сибири, и на Дальнем Востоке должна быть точно так же гарантирована, если человек хочет этой возможностью воспользоваться. А если уж говорить о татарах, а если уж… Нет, погодите, мы говорим уже о наследии сталинского периода, который, так сказать, наломал дров в отношении всех народов, включая и русских. А если уж мы говорим о татарах, скажем, поволжских, то большая часть живет за пределами Татарстана. И я исхожу из того, что их возможности для национальной самореализации должны быть в рамках Татарстана, за пределами Татарстана примерно одинаковы, если они хотят этими возможностями воспользоваться. Поэтому, на мой взгляд, нам надо двигаться от национально-территориальной модели к автономии, к национально-культурной автономии и постепенно деятельизировать нашу федерацию, при этом укрепляя права и возможности регионов. Ну вот, вы подтвердили мои слова. Это не унитаризм, это реальный территориальный федерализм. Я хочу сказать, что национально-территориальная автономия это утопия, самообман и дисперсное размазание народу по всему. По-моему, это национально-культурная автономия, да? Конечно, но должно существовать материнское ядро, должно быть родовые гнезда. Но это не значит, что оно должно быть прикрыто этнической бюрократией. Подождите, я хотел сказать, место воспроизводства, как источник. Вы воду как живете, Волга-Маминская отсюда появилась, из какого-то источника, и она разрослась до Волги. Поэтому вы сейчас сказали, как я вас понимаю, что вы хотите этот источник куда-то загнать в неизвестную страну. Нет, не хотим. Но у людей должно быть право в том числе переезжать в другие регионы, если они этого хотят. И в рамках страны это нормальная практика. Я вас понимаю, если они переехали в другой регион, они пришли в чужой монастырь... Ой, это совсем не право. Мы благодарим за такое буквальное рассмотрение темы. У нас есть еще вопросы, и уже скоро нужно будет завершать встречу. Михаил Михайлович, я про Генею в этой скорби. Я из Севастополя. Хочу вам сказать, что за три года никто из пришлых не прижился, к сожалению. Не адаптировался. Я имею в виду руководителей высокого ранга, секорда Севастополя. Поэтому, мне кажется, крымчане в лучшей ситуации. Я считаю, знаете что, мне довелось 10 лет работать под руководством генерала, губернатора. Поэтому есть, чем сравнить. Я считаю, надо учить своих и привозить их руководителей севастополием, допустим. То есть севастопольцев, крымчан... Да, да, брать крымчан, учить и руководителей севастополием. Вот никто из них за три года ничего не смог адаптироваться. А вопрос такой. Если сейчас вокруг России, у России только армия и флот, два союзника, то что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, и кто это должен делать и делает? Спасибо, Владимир Владимирович. Значит, ответ простой. Наряду с армией и флотом должны появиться такие союзники, как промышленность, наука, управленческая элита и так далее и тому подобное. Но не союзники страны. Конечно, хорошо, когда есть союзники. Но наша история показывает, что Россия без союзников часто оказывалась сильнее, чем Россия с союзниками. Вот об этом пишет Ключевский, когда анализирует опыт Северной войны Петра Первого. Петр Первый, когда вел Северную войну, он постоянно пытался действовать в логике альянса с поляками, с Австрией, но в итоге все победы достигались русской силой и все его расчеты на то, что ему помогут, что эта политика альянса, вели в тупик. Дальше была Семилетняя война, уже позже, где Россия просто за чужие интересы в логике альянсов воевала. Были наполеоновские войны, в которые мы даже бы и не вляпались, если бы не эта логика альянсов и приверженности политики союзничества. Вошли бы мы в Первую мировую войну, если бы это не политика союзов. Опять же, не факт. Поэтому давайте задумываться, попрещен над тем, а так ли это плохо, что мы говорим, что вот, смотрите, сколько союзов США, а у нас нет союзников. У нас нет союзников, значит, у нас нет окон уязвимости. Мы достаточно большие для того, чтобы сохранять устойчивость самостоятельно. Мы должны смириться со своим геополитическим одиночеством. Если мы говорим о Белоруссии и Казахстане, то это не столько даже геополитические союзники, сколько продолжение нашей платформы цивилизационной. Это не значит, что мы покушаемся на их независимость, но объективно это транзитно, коммуникационно и отчасти этнополитически, это как бы продолжение нашей платформы. Поэтому это периметр нашего собственного пространства, который мы должны укреплять. А вот такие союзники в других ареалах и союзники среди великих держав, на мой взгляд, их присутствие скорее ослабило бы Россию, сделало ее более уязвимой, чем укрепило его. Поэтому, на мой взгляд, мы должны смириться со своим геополитическим одиночеством и опираться прежде всего на собственные силы. Спасибо. У нас осталось 15 минут, и две вопросы, когда коротко разберем. В центре зала. Рейдер Эдуард, КФУ, геоинформатика. Хотелось бы вот что резюмировать несколько в итоге. О чем создается впечатление? Ну, вот я тут слышал интересный вопрос, что, оказывается, беды Крыма связаны с тем, с кировско-татарским, они там не так ведут, и все так в контуре, поэтому нас ограничивают. Одно. Ну, еще можно было услышать общих таких оригинальных мнений. И теперь вопрос примерно такой. Создается впечатление, что вообще-то наступил кризис экспертного мнения. Вообще, кризис экспертизы как таковой. Очень хорошо видно на примере европейских лидеров. Ну, там, в общем-то, лидеры производят впечатление и по высказываниям, и по поведениям. Ну, это какие-то карманные баллонки. Теперь вернемся вот, особенно, что Севастополец сказал, вернемся к тому. Теперь возникает задача России в этом плане, вырастает многократно, гораздо сложнее. В условиях, когда сам факт экспертизы или экспертное мнение вообще ничего не значит, да? Когда правда заверена вероятностью, когда истина заменена мнением. Ну, тут можно кучу это все наверняка знать перевести. Итак, вопрос. Понимаются ли такие вопросы? Происходит ли такая оценка сравнения экспертного мнения внутри страны и извне? И хоть какие-то меры намечаются, потому что, конечно, когда смотришь вокруг, становится жутковато. Спасибо. Ну, я попробую прокомментировать. Дело в том, что нужно заботиться не об экспертном мнении, а об экспертных компетенциях и экспертном знании. Мнений сколько угодно. А вот знаний и компетенции маловато. Скажем, для государства, которое вернулось в большую игру, так скажем, на большую мировую арену, мы катастрофически некомпетентны в том, что происходит у наших соседей. Конечно. Сканировать ситуацию, это способ повлиять на нее. Поэтому первый тезис. Мы недостаточно внимания, как государство, вернувшееся в высшую лигу, придаем вот этим вот компетенциям, знаниям, в том числе в том, что касается регионалистики и школ исследования тех или иных стран. Оказывается, вот недавно говорил с людьми из Института Европы, из США и Канады, они оценивают ситуацию. Я так вот изначально видел ситуацию больше по СНГ. Она плачевная с точки зрения компетенции. Они оценивают также ситуацию и по Западу. То есть мы катастрофически некомпетентны, как страна, как система. И с этим надо что-то делать, это должно быть национальным приоритетом. Если мы хотим что-то добиваться, нужно знать. Знание – власть. Есть советский перевод фразы Фрэнсиса Бекна «Знание – сила», а он сказал «Knowledge is power» – знание – это власть. Второй тезис. Очень важной частью формулы эффективности западных политических систем являются не только выборы, конкурентные процедуры, парламентаризм, представительство, то, о чем у нас много говорят, а гибкие механизмы интеграции власти и знаний, интеграции лиц, принимающих решения, экспертных структур. Такие механизмы существуют в США, в Европе, они существуют в Китае. А вот у нас эти механизмы интеграции очень слабенькие. То есть в советское время они были худо-бедно. То есть Академия наук работала по назначению. Там можно предъявлять претензии к тому, что они забронзовели, ротация замедлилась, была клановость, кумовство, непотизм, родственные связи – это все сколько угодно. Все равно она работала по назначению. Сейчас у нас эта система интеграции власти и знаний на уровне институтов, участие, экспертиза в подготовке и принятие решений полноценно не выстроена. И это вот вторая проблема, которую мы должны решить для того, чтобы быть более успешными, сильными, конкурентоспособными, как политическая система. – Спасибо. У нас рука в левую часть цела. Предпоследний вопрос. – Михаил Иванович, добрый день. Моя фамилия Дураима Хвостин. Вот вы говорили в своем наступлении о периодически возникающих кризисах российской государственности. Ну, как бы сейчас столетие одного такого периода кризиса российской государственности. Как вы считаете, насколько опасен для устойчивости российской государственности расширяющийся разрыв между, так называемым, управляющим сослоем, где-то один миллион населения, и 144 миллионами простых россиян. – Спасибо. – Спасибо за вопрос. Мне кажется, очень правильный. И вообще ценю ваше видение, благодаря наш разговор три года назад, когда вы меня ориентировали по своей картине происходящего в Крыму. И должен сказать, что проблема одна из самых ключевых острых – Россия стоит в патологическом уровне неравенств. По данным Банка Швейцарский кредит, 1% населения в России принадлежат 70% частных активов. Это критический, патологический уровень неравенства. Это существенно выше того, что по приблизительным оценкам, нет четкой статистики, было в предреволюционное время. И это очень плохо для внутреннего рынка, это очень плохо для экономики, потому что это значит слабенький, узенький внутренний рынок, на который не может опереться национальная промышленность. Это очень плохо для политической устойчивости, потому что это взаимное недоверие элиты населения. Причем недоверие не только со стороны народа, но люди видят, что страна принадлежит не им. И, соответственно, это может порождать политические кризисы, разочарование, апатию. То есть еще неизвестно, кстати, что хуже – революция или апатия, или депрессия. И то и другое ведет к смерти при определенных условиях, неблагоприятных. Значит, это и на элиты ведь действует. Общество, где 1% принадлежат 70%, это общество институционально неустойчивое, дискомфортное, это общество без среднего класса, общество со слабыми институтами. И эти люди, элитарии, которые создали и закрепили такое общество, они потом говорят, ну посмотрите, какой у нас некомфортный общество, у нас дискомфортная страна, поеду-ка я лучше куда-нибудь в Италию или во Францию и в Швейцарию. А там-то общество гораздо более равное. То есть они, создав здесь условия патологического неравенства, из этих созданных ими условий сами бегут и выводят свои капиталы в общество, где уровень равенства гораздо выше. Поэтому я считаю, это одна из наших национальных задач на ближайшую перспективу, приоритетных, проводить политику социального выравнивания. Не грубого передела, а вот последовательное системное выравнивание, как это проводил Рузвельт, как это проводили первые десятилетия и в европейских странах, именно благодаря этой политике возникла возможность экономического развития с опорой на внутренний рынок, с опорой на массового потребителя. То есть без этого не будет ни социальной устойчивости политической, ни экономического развития. Но сопротивление такой постановки вопрос колоссальное. Готовы обсуждать в лучшем случае какие-то подачки в виде прогрессивного налога. И то не сейчас, когда-нибудь это обрушит фискальную систему, а вот как было в 90-х. То есть отговорки, отговорки, преимущественно, даже выглядят не очень профессионально. То есть сопротивление этой постановки вопроса такое колоссальное. Поэтому необходима какая-то коалиция общественная, которая способна этот вопрос ставить в повестку дня не на уровне просто предвыборного какого-то такого дежурного вопроса, а на уровне реальной повестки. Кстати, президентские выборы, я считаю, хороший момент для этого. И в этом смысле, в общем-то, власть в 2011-2012 году немножко по-хорошему испугалась. Она испугалась, что не совсем понимает общество, его настроение, что общество вообще не так восторженно настроено по отношению к власть продержащим. И сделала правильные выводы по многим направлениям. То есть Кремль, Путин развернулся лицом к путинскому большинству во многих отношениях именно после протестов 2011-2012 годов. Вот сейчас подходящий момент, чтобы еще раз развернуться лицом к собственному большинству. Спасибо. И мы завершаем, у нас завершающий вопрос. У меня даже не завершающий вопрос, у меня завершающий вопрос, потому что обнадежьте нас. Ну скажите, будет признан в обозримом будущем, какие бы мы ни были независимые, какие бы мы ни были защищенные Россией, всем хочется эту карту официальности. Значит, что вы тут западные лидеры на трибуну, вы спрашиваете, российский Крым, а может и Украина сломается? Ну, вы знаете, на мой взгляд, вы не о том думаете, это далеко не главный вопрос для Крыма. Два сценария. Один сценарий – это пересборка Украины, в этом случае это возможно, то есть распад и какое-то переучреждение. Другой сценарий – это глобальные технонические процессы, но на фоне тех катастрофических издержек, которые они несут, вопрос о юридическом признании может показаться нам всем не таким важным. То есть нужна мировая война, чтобы баланс сил настолько изменился, чтобы в этом… Нет, ну погодите, ну вот по большому счёту, многие территориальные проблемы, которые откладывались в 20 веке, они оказались решены после Второй мировой войны. Поэтому, ну, да, да, да. Но это, это, вот последнее, мне кажется, о чём нужно думать, чего нужно ждать, это признание Крыма со стороны США, Европы, кого-то ещё. Давайте мы сами признаем Крым, заставим признать Крым российский крупный бизнес. Значит, вот давайте сделать то, что мы можем делать, что зависит от нас, и, ну, сделаем Крым территорией полюсом развития. А мне кажется, это абсолютно реализуемо. Спасибо вам большое. Я знаю, что у нашего гостя есть небольшой сюрприз. Николай. Нет, ну сюрприз это громко сказано, просто я помню, что в прошлый раз, когда я выступал, я пару, тройку книг презентовал авторам вопросов, которые мне показались интересными. Ну, прежде всего, я Маргарите, авторскую книгу презентую. А это по благо. Я задавала, вы опоздали. Да, ну да. Это две книжки. Одна, это мы как институт делали доклады по миграции в 2014 году. Я могу книжечку в Крымский федеральный университет, может? А-а-а. Вот самые молчаливые проснулись, да? Это коррупция уже. Давайте самых активных. Да, а другая, значит, моя авторская книжка. Я свою авторскую книжку как раз по русскому вопросу хочу подарить представителям крымско-татарской общины, просто потому, что нам важно поддерживать, ну, как разговор о взаимных интересах и претензиях. Нам важно понимать друг друга. Это, ну да, вот я ответить на вопрос сейчас на это не могу, но уже время как бы кончилось. А вот в этой книжке... А вы прочитаете книгу и здесь... Вы знаете, вот вопрос русской национальной идеи. Есть очень простой ответ. У нас с Ельцина начали искать национальную идею, это все очень глупое занятие, потому что национальная идея очень проста. Она состоит в том, чтобы быть нацией. Что такое нация? Это суверенное, солидарное, культурно-однородное сообщество, основанное на гражданских правах и демократическом самоуправлении. Вот быть нацией, это ровно то, что нам нужно. И это очень большая работа по каждому из этих пяти направлений. Поэтому вам вот эта вот экстремистская литература, значит, для ознакомления. А что касается миграционной проблемы, ну, я не знаю, давайте вот я вам презентую. Мне кажется, что ваш вопрос был наиболее полезным для меня, потому что я из него почерпнул для себя что-то новое. А я в данном случае имею право поступить эгоистично. Если я что-то узнал новое, то это уже полезно. А как вас зовут? Благодарим вас. Спасибо большое за встречу.